Привет всем! Раз уж народ высказывается про тему жилищных алиментов, пожалуй, тоже скажу пару слов. Где-то я мельком об этом упоминал. Но, в общем, будем считать, что это видео — вторая часть к ролику философии алиментов, потому что это совершенно укладывается в логику, в канву абсолютно. Как я уже говорил, алименты — по сути пример психопатического отношения к мужчинам и отцам. Сколько бы ни говорилось про якобы гендерную нейтральность, мы все знаем, кто у нас является в основном плательщиками алиментов, кто получателями. Так что формально закон может быть гендерно-нейтральный, но результат будет, конечно же, заранее известен. И в этом нет ничего странного. В США тоже одинаковые законы для белых и для черных, но в тюрьмах черных, по-моему, в четыре или пять раз больше, чем белых. Это, так сказать, вопрос правильного социального сценария, канализации людей по правильным социальным ролям. Только что делал ролик про самую печальную тайну о женщинах. Можно было, конечно, и по-другому назвать. Например, «великий миф любви», «эмпатия как костыль» и так далее. Много людей упирают на то, что я типа вырвал из контекста фразу, которую психолог изрек для женщин, что я ее «не так понял» в и так далее. Ну что ж, вот еще один пример буквально спустя несколько дней. Просматриваю я курсы, на что бы еще записаться полезного. Про отзыв о прошлом курсе смотрите ссылку в углу. И нахожу единственный пока в своем роде курс по исследованиям гендера, по-моему, при каком-то Санкт-Петербургском университете. Там заявлен лектор. Нахожу лектора по имени, фамилии, отчеству в ютюбе, смотрю ознакомительную лекцию, просто чтобы понять содержание курса, так сказать, понять линию партии в этом вопросе, потому что довольно очевидно, что это будет политизированное и идеологизированное направление. Лектор имеет научное звание. Я вполне верю, что человек с большими достижениями в научной сфере. И да, у нее тоже проскакивает. Между делом, конечно, это занимает буквально секунды, наверное, из полуторачасовой лекции. Но это красноречивые секунды. У нас, я вам могу сказать, уже в 90-е годы защищались дипломные работы, посвященные отцовству как социальному институту. И весьма успешно. То есть мужчина не имеет права плакать, но зато он плачет кровавыми слезами внутрь. Инфаркты, инсульты и все. Он же живой человек, он же так же чувствует, как и женщины. Эти секунды говорят о всем обществе в целом и о курсе, о направлении исследования. Больше, чем все остальные полтора часа. И тайна все та же. Мужчины тоже люди, оказывается. Это, кроме шуток, одна из тем, которые сейчас требует изучения в университете. Далеко не в каждом университете, далеко не в каждой науке, но кое-где среди самых передовых ученых слоев есть слабое и наверняка спорное мнение, что мужчины тоже люди. Это 21 век, господа. Но при подобном восприятии мужчин, законы, которые принимаются, не должны вызывать удивление. Самое ужасное, они ведь не шутят. Это ни ирония, ни сарказм. Они очень серьезны, когда говорят, что мужчины тоже люди. Мы аналогичную фразу про женщин воспринимаем как сарказм, как комедию. Это нормально для, например, белого солнца пустыни. Но это бы очень странно звучало с кафедры вуза. Я, собственно, и не представляю, как реагировать адекватно на такие ролики, на такие фразы. С одной стороны, поставить лайк нельзя, потому что это какое-то просто безумие. В этом что-то кафкианское или оруэлловское. С другой стороны, поставить дислайк тоже странно. То есть, получается, я не согласен с тем, что мужчины люди. Тут нужна какая-то специальная кнопка, типа Whisky Tango Foxtrot, потому что, по-моему, адекватная реакция – это просто отпавшая челюсть. Мне кажется, таким фразом место не в ВУЗе, а где-то в ясельной группе детского сада. Примерно в стиле Роберта Фулджима, как он говорил, что самые важные вещи о жизни он узнал в детском саду. Вставляю ссылку в угол. Вот некоторые люди не узнали самых важных вещей в детском саду, поэтому им рассказывают это на продвинутых курсах ВУЗа. И не факт, что они это усвоят, и что будет такой экзаменационный вопрос. Хотя мне кажется, этот вопрос настолько важный, что его по-хорошему надо было бы задавать всем людям, которые вступают на государственные должности. И спрашивать его нужно именно на детекторе лжи. И, как это ни странно, контуру интуитивно, но тщательнее нужно расспрашивать именно женщин. Считают ли они мужчин за людей? И если нет, то надо очень хорошо подумать, прежде чем назначать такого человека на любую должность, особенно, не дай бог, связанную с социальной политикой. Конечно, темы в ВУЗе про мужчины тоже люди и диссертации, например, на тему важности отцовства – это диагноз общества. Здесь все сказано, что нас ждет в обозримом будущем. Общество в целом, я имею ввиду. Это приговор. Мне думается, что люди с этой философией просто вымрут. Не потому, что их кто-то накажет, и не потому, что кто-то их сотрет с лица земли. Они сами сотрут себя с лица земли. Ладно, это было лирическое отступление. По этому вопросу у меня нет пока никаких рецептов и идей. Я не знаю, что с этим делать. Теперь по основной теме. Во-первых, языковой аспект. Слово алимония, хотя и многозначное, и может пониматься довольно широко, но все-таки в целом оно скорее посвящено пропитанию. Поэтому во фразе «жилищные алименты» заключается уже противоречие. И опять же, если речь идет про традиционную брачную систему, то какая-либо поддержка, будь то в виде еды или не еды, она все-таки имеется в виду по отношению к твоим родственникам или шире к членам твоей семьи. Живущий под другой крышей не является членом семьи. Это даже в современной модной философии так. Помните знаменитую цитату Урсулы Шмидт, немецкого министра? «Семья – это когда все едят из одного холодильника». Таким образом она, видимо, хотела включить сожительство. Но ирония в том, что эта же самая фраза исключает раздельное проживание. И к тому, что слово «алименты» тут вообще не очень правомерно. Вторая вещь, про которую много раз уже сказано – это взаимоотношения прав и обязанностей. Понятно, что у нас в законе там все задекларировано, но, как говорится, на заборе тоже написано, а там дрова. От человека, у которого нет равных прав, а у отдельно живущего родителя по факту нет равных прав, от него и нельзя требовать равных обязанностей. Чтобы отвечать за что-то, человек должен иметь способность влиять. Если он не влияет – это не ответственность по определению. Третий момент. Некоторые хотят отталкиваться от размера мрот. Что, например, поддержка измеряется в мротах. Мне кажется, во всей этой дискуссии забывают, что мрот – это вообще-то доход, который может получать один человек. То есть не исключена ситуация, что семья из трех человек, двое взрослых, один ребенок и весь их доход на семью составляет один мрот. В этих условиях измерять во мротах, мягко говоря, странно. Даже если поровну разделить на троих, то это будет одна треть. Тут правильнее было бы опираться на прожиточный минимум, но опять же не факт, что у нас в стране люди получают этот самый прожиточный минимум. А если получают, то вынуждены его делить на всех членов семьи. Четвертым пунктом заострю внимание на том, что это нельзя подавать как услугу. Что мать оказывает отцу некую услугу, которая требует оплаты. Как я уже говорил, услуга подразумевает свободу выбора. Во-первых, в том, пользоваться услугой или не пользоваться. И во-вторых, кто будет услугу исполнять. Свобода выбора исполнителя. Если отец активно против того, чтобы мать предоставляла ему эту услугу, в кавычки бюро, то речь не идет об услуге. Это ближе к вымогательству. Ну, в гражданском кодексе есть всякие вещи, типа там навязанная услуга, в уголовном кодексе шантаж и так далее. Пункт пятый. Назовем его условно самостоятельность. Давайте проведем мысленный эксперимент. Предположим, некий мужчина заявляет государственным органам, что он хочет забрать либо своего родного ребенка к себе на проживание, либо, что еще круче, усыновить ребенка из какого-нибудь учреждения. При этом он говорит, нормальной работы у меня нет, сбережений у меня нет, жилплощади у меня нет. Вы мне все это дайте, а я в ответ буду воспитывать ребенка, буду его растить. Я, в общем-то, фантазировал на такую тему, и мне кажется, в ней есть много разумного. Ролик назывался «Демографически утопическое». Но в то же время очевидно, что сейчас человеку просто покрутят пальцем у виска. Ему логично скажут, слушай, ты сам себя не обеспечиваешь, ты не демонстрируешь, в общем-то, нормальных признаков взрослого самостоятельного человека. Тебе негде жить, у тебя нет дохода, нет сбережений, нет ничего. Возникает вопрос, какой из тебя воспитатель? Как ты можешь отвечать за кого-то, когда ты сам за себя отвечать не можешь? Тебе нужна помощь целых государственных институтов, чтобы тебя поддерживать, иначе ты просто загнешься. Я к тому, что в этих условиях мужчине никто бы ребенка не отдал. Больше шансов, что ребенок бы оказался в каком-нибудь государственном учреждении, даже если это его собственный личный ребенок, родной. Государство подумало бы, что человеку просто нельзя доверить. Это небезопасно для ребенка. Человеку нужно сначала обустроить свою жизнь, ну а там подумаем, обращайтесь к нам с заявками через годик-два. Но это логика по отношению к мужчине. Кто же людям? В кавычках. Отношение к людям? Без слова тоже. Оно другое. У тебя нет ничего, мы тебе все дадим. И еще поставим тебя на зарплату. То, что ты не квалифицирован, ничего не имеешь, и все у тебя на доверии. И не факт, что ты даже сам по себе смог бы выжить. Ну это ерунда. Мы тебе все это дадим бонусом. И вряд ли ты кого-то сможешь воспитать. Но мы в тебя верим, попытайся, мы твою попытку оплатим. Это пример практического приложения вот этих вот знаний про люди и тоже люди. Кто думает, что это все абстракция, которая нас никак не касается. Нет, это реальный базис для реальной политики, в том числе для вот таких законов. Из пункта 5 следует пункт 6. Давайте представим, что все-таки у нас есть некий человек, который более-менее в состоянии сам себя поддерживать. Давайте возьмем не тоже человека, а просто человека. У нас женщина, которая где-то живет, у нее есть где жить. Она же не может жить на улице. Либо у нее есть площадь в жилье родителей, если она так никуда и не съехала. Либо она снимает, либо она купила, либо она еще что-то сделала. В общем, так или иначе себя обеспечила. На вот это вот проживание. На свой обычный цикл жизни, включая жилье, оплату жилищно-коммунальных услуг, одежда, питание и так далее. Она тратит некую сумму. Икс. Никому не интересно, где и как она берет эту икс. Но эту икс ей нужно тратить каждый месяц. Не в зависимости от того, здорова она или болеет, есть у нее работа или нет этой работы. Любой взрослый человек тратит ежемесячно некую сумму. Просто на то, чтобы сам себя поддерживать. В том числе и на то, чтобы поддерживать собственное жилье. Кроме детей, конечно. Дети сами за себя не платят. За детей платят либо родители, либо другие родственники, либо в худшем случае государственные органы. Теперь предположим, что у этого самого человека, который вполне себе сам себя обеспечивает, вдруг с некого месяца появляется еще и ребенок, который проживает вместе с ним. В принципе, логично, что эксплуатация жилья, например, должна начать обходиться несколько дороже. Скажем, будет тратиться больше воды, больше электричества, больше газа. Вопрос. А насколько больше всего этого стало требоваться? Какая разница в прирост дельта? Какова разница в стоимости между ЖКУ, как его потребляет самостоятельный человек, взрослый человек, и ЖКУ, когда тот же самый человек проживает еще и с ребенком? Понятное дело, что эта разница довольно небольшая, если мерить в процентах. И вот эта дельта и есть то единственное, про что можно рассмотреть вопрос какой-то компенсации или помощи или поддержки. И даже здесь, если речь идет о двоих родителях, то получается, что из равенства обязанностей следует, что вот эта дельта должна делиться пополам. Даже эта дельта должна делиться пополам. И вот тогда это будет ответственное обеспечение ребенка. Понятно, что ни о какой половине стоимости ипотеки или половине стоимости съемной квартиры и речь не может идти. Это противоречит всякому здравому смыслу. Ну что, впрочем, конечно, не удивляет. В качестве заключения скажу, что я уверен, что подобные законы принимаются именно как средство дальнейшего снижения численности населения, уменьшения рождаемости, роста смертности и в целом дезорганизации общества. Его разъединения. И это не случайность. Это вполне логичный шаг в рамках определенной стратегии. Не первый и не последний. Всем пока, удачи. Привет вам, тоже люди.